Эта неделя оказалась насыщенной информповодами. Многие из них нашли отражение в блогах и форумах. Сборка самых обсуждаемых тем в обзоре Анастасии Алексеевой. На остановках города Чебоксары идет повальное строительство новых павильонов. На смену легких прозрачных конструкций появляются массивные строения. До чего же эти строения кажутся убогими? По крайней мере на этапе строительства. Возле Спартака поставили аналогичную картонную коробку. Всякий раз ужасаюсь, когда мимо проезжаю. В Москве их сносят, чтобы посетители этих ларьков не парковали свои машины на остановках, а у нас строят. Маршрутки и так в два ряда стоят. Что нам стоит дом построить? Жилой дом в микрорайоне Байконур появился здесь вместо детсада. Проектная документация с администрацией города согласована не была, что положило начало скандалам. 19 февраля застройщик заявил о самоликвидации. Мэрия же подала иск в суд о сносе дома. Только у нас могут снести построенный дом. А если дом построен без нормативной проектной документации? Если он через год сложится как карточный? Мое мнение, что так называемые дольщики, хотя они вовсе не дольщики, а самые настоящие соинвесторы, сами виноваты. Разрешения на строительство не было, договор долевого участия не составлялся и в рекпалате не регистрировался. Государство им помогать не должно. Пока дом еще стоит, на улицах тает снег и испаряется вместе с асфальтом. Блогер Зет Алексей прошелся по улицам города, но не везде смог сделать это беспрепятственно, особенно в весенний слякотный период. Старый асфальт размыт, а новый не положен. Люди, переходя дорогу, просто останавливаются и пытаются решить, где же можно пройти дальше и не запачкаться. А вот еще очень странное место, где пешеходный тротуар неожиданно пересекается автомобильной кольцевой дорогой. Логическая задачка не для школьника. Пожалуй, город администрации пора заняться и этим вопросом.